Как сделать компенсационную пружинку на ручной швейной машинке. Снимаем нашу крышечку. Берем, разбираем, снимаем гаечку, пружинку, тарелочки. Вот наша пружинка. Чтобы добраться, открутить вот этот винт. Откручиваем и вот вытащили пружинку. Бочонок у нас остается внутри. Осторожно не потеряйте шпилечку, это для освобождения нити. Вот наша пружинка. Для начала нам нужно ее растянуть. Берем плоскогубцы и вот так вот растягиваем. И выравниваем. Она столистая. Стараемся ее сделать ровненькую. И вот эту вот пружинку внутреннюю, вот она внутренняя, одеваем, чтобы она попала сюда в лысочку. Вот она попадает как раз сюда в лысочку. Теперь берем, одеваем одну тарелочку, вторую тарелочку, третью тарелочку, четвертую тарелочку. Одеваем пружинку и закручиваем. Теперь нам нужно пружинку вывести так, чтобы она у нас была ниже вот этого хвостика. Значит нам надо растянуть пружинку еще. Ставим. Примерно эту пружинку разогнули, вот она как раз напротив крылышка. И берем вот здесь вот у основания, вот где пружинка заканчивается, берем плоскогубчиками и отворачиваем ее, ну где-то пробуйте на 90 градусов. И подровняйте, чтобы она была ровненько, ровненько по виточкам. Вот так вот. Опять смотрим. Отступаем отсюда 5 миллиметров и делаем загиб нашей пружинки. Берем 5 миллиметров, отступаем и делаем еще один загибчик. Вот что у нас получилось. Берем, опускаем вот эту часть, так вот, вниз чуть-чуть выравниваем. Вот выровняли. И плоскогубчиками чуть-чуть сдавливаем, вот так вот. И смотрим. Вот у нас она ушла немного в сторону. Вот эту часть нужно отогнуть чуть-чуть. Берем краешек где-то миллиметра 3. И плоскогубчиками вот так вот держим и загибаем вверх. Вот что у нас получилось. И вот эту вот часть берем, загибаем вверх. И так чуть-чуть ее полукругом сгибаем. Пробуем, смотрим что у нас получилось. Берем вот на нашем изгибе. Берем, откусываем. пружинку. Лишний кусочек. Вот этот хвостик. Мы его загнем чуть-чуть вниз, чтобы он не терся. Обнашу пружинку. Вот как у нас должна быть пружинка. Вот видите хвостик этот загнут. Вот сюда вниз он не должен мешать. И вот здесь вот расстояние пружинка должна быть плотненько к вот этой тарелочке. Все. Теперь берем нашу крышечку и вставляем пружинку. Теперь берем наш хвостик. Держимся за шток и поворачиваем нашу пружинку. И пробуем заодно, чтобы она немного пружинила. И так же держим и закручиваем вот этот винт. Держим плотно так, чтобы шток у вас до конца зашел. Затянули. Смотрим, что вот эта тарелочка попала у нас вот сюда вот в паз. Вот что у вас получилось. Пружинка должна свободно ходить. Вот вы ее поджали сюда под ниточку. Поджали сюда до крылышка и она должна назад вернуться. Свободненько. Не очень, не сильно тугая должна быть. Натяжение вы регулируете поворотом вот этого вот штока. По часовой стрелке эта пружинка будет туже. Против часовой стрелки пружинка будет слабее. Теперь, если у вас будет пружинка сильно далеко вниз, то здесь есть вот второй винт. Он у нас по прорези работает. Берем, отпускаем его. И вы можете сдвинуть вашу пружинку вниз и также подать ее вверх. Вот она регулируется. Но мы поставим ее вот так вот. Так вот нормально должна она стоять. Вот ее положение. Если вы ее опустите, может ее придется чуть-чуть еще подтянуть. Затягиваем винтик. Теперь отпускаем нашу гайку. Смотрите, чтобы вы правильно поставили тарелочки. Тарелочка вот ставится. Вот этот хвостик ставится вот сюда в паз. Потом ставится тарелочка для натяжения нити. Вот так вот. Вторая тарелочка для натяжения нити ставится вот так вот. Теперь ставится шпилечка для освобождения нити. Поставили ее вовнутрь. И тарелочка для освобождения нити ставится вот так вот. Дальше идет пружинка наша и гаечка. Если у вас гаечка бывает, что не держится и она проскакивает. На штоке шток разрезанный. И возьмите, поставьте отверточку и легонечко-легонечко. Немножечко-немножечко, чтобы не поломать. Потому что он хрупкий, может поломаться. Немножечко возьмите и раздвиньте. Вставляем и затягиваем. На машинке потом регулируем нашу ниточку. Вот мы сделали компенсационную пружинку. И ставим теперь ее на машинку. Ставим нашу крышечку. Затягиваем винт. Смотрим освобождение нити, чтобы у нас работало. И пружинка. Заправим ниточку. Заправляем сначала в тарелочке, потом за этот хвостик. И потом заправляем за пружинку. И пружинка вот так вот у нас должна работать. Вот здесь вот можно ее еще немножко подрегулировать. Опустить ее вниз. У нее маленький ход. Возьмем, отпустим наш винтик. Сзади. И опустим ее немножко ниже. Вот если у нас на нити притягиватель вот так вот этот вот. Вот это ее хорошее положение. Затягиваем. Все. И заправляем в нити притягиватель. Все. Наша пружинка работает хорошо. Все готово. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам.